Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Как будет меняться ваша судьба в дальнейшем. И личную жизнь посмотрим, и финансовую. Что будет дальше происходить в вашей жизни. Итак, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И так, как всегда, какая сейчас у вас ситуация. Итак, вы в ожидании либо же каких-то денег, да, вот должны вам либо какую-то сумму денег кто-то отдать. Может быть долг, может зарплату, какие-то выплаты, да, вам отдадут эти деньги, причем довольно в скором времени. И вам, знаете, кстати, если кому-то одолжили деньги, вы кому-то одалживали, да, то человек очень нехотя будет их отдавать назад. Вот вроде бы это и ваши деньги, но этот человек вообще не захочет вам отдавать, ну, до последнего будет тянуть. Он отдаст все ваши деньги, но настолько, вот знаете, как будто у него руку отрывают. Так ему ваши деньги понравились. У вас грядут кардинальнейшие перемены в жизни. Давайте посмотрим, что именно у вас грядет. Вот у вас начинается, знаете, вот жизнь как будто с чистого листа. Вот раньше у вас была совершенно другая жизнь, может быть, другой режим жизни был, уклад другой, да, привычки даже жизненные. Вот как-то вы, возможно, жили совершенно по-другому. Может быть, кто-то жил в семье, сейчас один живет, да, это тоже может проигрываться. Ну, то есть особо, в принципе, женщин возле вас я на данный момент не вижу. Вот именно эмоционально вы расстроены, у вас как-то эмоции не бьют через край. Позитивные эмоции имею в виду. Вот нету такого, что, знаете, вот когда влюблённый человек, то прям через край это всё, все наши эмоции, ну, просто захлёстывая, да, хочется на крыльях летать, глаза светятся счастьем. Вам этого очень хочется. Вот вы сейчас в таком, знаете, в каком-то периоде ожидания новой женщины, что ли. Вот у вас сейчас период, когда вы ожидаете, что ваша жизнь начнётся совершенно по-новому, с чистого листа. Вы даже, знаете, вы, может быть, даже соскучились за какими-то романтическими поступками, да. Вот вы, если раньше делали для своей женщины, может быть, там, я не знаю, букет полевых цветов нарвать, там ещё что-то, романтический ужин и так далее, то вы как-то даже вот соскучились за такими вот моментами. Вам этого очень не хватает. Поэтому вот вы в ожидании, вы в предвкушении новой жизни. И причём вот у нас кардинально появится эта новая жизнь, кардинальные перемены. У кого-то это был резкий разрыв женщиной, да, вот как гром среди ясного неба, что вот резко у вас началась другая жизнь, вот, да, бывает, одним словом человека можно наповалубить. Вот и у вас произошло так. Вы человек, даже, знаете, вы не то чтобы добряк, вот прям добряк из добряков, да, но вы очень романтичный. Вы очень романтичный человек, и вам не хватает вот какой-то романтики с женщиной, да, потому что можно иметь на стороне женщину для физиологии, но как-то не хочется особо на неё тратиться, да, не хочется никуда её водить, да, сделал дело, гуляй смело, как говорят, да, вот для одного. Вот как-то особо и не хочется ничего. А вот если бы у вас появилась другая любимая женщина, вы бы с удовольствием и подвиги ради неё совершали, и цветы дарили, и на руках носили, и так далее. То есть вот вы в каком-то таком состоянии предвкушения новой жизни, вам этого хочется. Вот вы устали как-то от одиночества, что ли. Вам надоела вот такая жизнь, какая у вас была раньше. У кого-то это были проблемы, скандалы, у кого-то это период одиночества проигрывается. То есть та жизнь, которая у вас была раньше, она вас, ну, кардинально, она вас не устраивает. Вам хочется новой жизни, лучшей жизни, и у вас будут эти перемены. Так, что ещё поменяется в вашей судьбе? Вы очень интуитивный человек, но, знаете, вы очень часто себя накручиваете по поводу и без повода. Вот вообще как-то по жизни вы. Ну, знаете, вот делаете из мухи слона просто. Вот этого не нужно делать, да, не нужно накручивать, потому что, ну, как-то надо просто понять самому себе, да, что, ну, вы вредите только себе. Вот вы вредите вот этим накручиванием, да. Это, в общем-то, говорит о повышенной тревожности человека. Вот если человек переживает по поводу и без повода, когда ещё ситуации нет, а человек уже нервничает, а как будет, а что, а что я буду делать, а куда я пойду, да. То есть это повышенный уровень тревожности, и с этим нужно серьёзно бороться, потому что вы сами себя мучаете вот этими негативными мыслями. У вас как-то в последнее время, может быть, даже преобладают вот негативные мысли. Как-то на позитив вы не очень настроены. Да, вам хочется и любви, и всего, но как-то вы то ли не верите во всё это, то ли разочаровались, но как-то негатива вас больше. Вы, кстати, очень довольно интуитивный человек. Вы часто чувствуете много чего. Вы чувствуете людей, события, да. Вот довольно развита у вас интуиция. Да, вы пережили разрушение. Так, что ещё у вас по судьбе будет? У вас будет какая-то ситуация, когда вас будут, знаете, одолевать искушение. Искушение – это, может быть, у кого-то это женщины будут искушать вас, да. У кого-то это пьянки, может быть, будут приглашать. Да, вы вроде бы и не хотите. Вот такое вот будете, знаете, как сам с собой боретесь, да. Вот грандиозная какая-то, может быть, там, мужская тусовка, компания. Может, не только мужская. Ну, то есть вы будете даже бороться сам с собой. Идти, не идти, да, вот и хочется, и колется. Ну, как-то вроде бы и настроение не очень, но вас будут соблазнять. Также может женщина какая-то попасться на вашем пути, да. Вот появится женщина, которая будет такая вот коварная соблазнительница. Причём соблазнительница, в которую вы можете влюбиться. Так. Вы будете, знаете, вот обдумывать всё очень и очень долго. Быть с этой женщиной или нет, либо же, да, там, пошалить и до свидания, да. Вот она вроде бы и понравится вам, но как-то что-то вы будете всё равно обдумывать. Да, вот женщина очень такая интересная, да. Она такая спокойная, может земного знака зодиака проигрываться. Женщина очень ухоженная, красивая, самодостаточная женщина, которая имеет деньги. Это не какая-то бедная, несчастная серая мышка. Она очень интересная. Вот где-то вы с ней пересечётесь, что вот будет, знаете, вот искушение. Потому вы, я думаю, и насторожитесь, что вот женщина красивая, самодостаточная такая, да. И вы, может, даже немного испугаетесь, что такая женщина, да. Вот смогу ли я, потяну ли я, да, вот как-то вот в таком плане. Так. Денежные дела, в общем-то, очень неплохо должны у вас быть. Любовь, морковь, вот всё равно у вас будет с этой женщиной. У нас два туза выпало. И финансовое положение у вас наладится, у кого есть какие-то проблемы, да. Вот как я говорила и в начале, то есть какие-то деньги вам поступят. И снова же у нас выпадает туз кубков, который нам говорит о начале какой-то, либо же новой любви, новых отношений, да. Когда ваше сердечко завьётся чаще, когда влюбляешься, как мальчишка. Вот именно, я думаю, в эту женщину как раз. Вот так. Да. У вас будет любой, у кого-то даже проигрывается семья с этой женщиной. Так что ваша судьба будет меняться в лучшую сторону. Знаете, вы как-то вот по жизни ещё, ну не то, чтобы вот отшельник такой, но вам нравится, в общем-то, да, иногда вот закрыться, да, как-то поразмыслить. Обычно мужчины часто, кстати, на рыбалку ездят, чтобы подумать о своей жизни, расслабиться, вот как-то уединиться. Вот и вы как-то любите частенько уединение. Может быть, вы привыкли уже, пока вы сами живёте, да, вот уединяться. То есть вот такой вот вы любитель помечтать, подумать, посидеть, да, вот как-то, чтобы никто не мешал. Такой мыслитель. Кстати, мечтаете вы, да, мечтаете вы, вот просто как ребёнок иногда мечтаете. Просто не всем вы говорите. А если у вас появляется какая-то проблема, то вы очень сильно переживаете. Знаете, вот всё у вас в жизни начнёт налаживаться. Вот всё начнёт налаживаться. У вас полно страхов, полно, конечно, мыслей, вот этих негативных тупиков, как я говорила. Вот мыслительные тупики. Вы сами себя загоняете, сами себе мозг иногда выносите. Ну, то есть нужно отгонять вот эти вот негативные мысли, потому что вы сами себе морочите голову, делаете больно, да. Ну, то есть оно этого не стоит. Не надо себя накручивать по поводу и без повода. Новая женщина будет, финансы налаживаются, да. Ну, то есть посмотрите у нас, как итог выпало, вы император. То есть у кого сейчас вот какие-то проблемы, может быть, денежная, личная жизнь, да. Это всё налаживается, налаживается постепенно, да. И не нужно ломать голову, как, где, что. Поверьте, судьба всё выведет. Вот она выведет и распорядится так, как должно быть. Ведь никто не знает, куда пойти, во сколько времени, на какую улицу, в какое место. Это вам никто никогда не скажет. Вы окажетесь на том же месте в тот же час, именно как судьба распорядится, как свыше решат, понимаете. Решают ведь не мы, а высшие силы. Поэтому не расстраивайтесь, дорогие мужчины. Всё будет хорошо в вашей жизни и в финансах, и в личной жизни. Всё будет только в плюсе у вас. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!